Кубинка В 1941-го под Кубинкой шли ожесточенные бои, но немцам пришлось отступить. И сегодня город хранит воинские традиции. Здесь и танкисты, здесь и десантники, здесь и русские визиты со стрижами. Все как бы сосредоточено. И конечно же здесь ветераны, которые все это закладывали, и эту славу. И сегодня наши военнослужащие выполняют этот долг и за пределами Отечества, и внутри нашей страны с честью и с достоинством. Это благодаря тому, что ветераны стояли у истоков. Некоторые из гостей уже бывали в Кубинке. Председатель ветеранской организации Астраханской области Михаил Щепихин учился в военно-политической академии имени Ленина, учебный центр которой располагался именно здесь. За это время Кубинка очень изменилась. Она стала современным городом. Хотя вот эти корни, те, которые я помню, с 90-х годов, они еще остались. И конечно осталась моя память именно об этом замечательном крае. Главная часть встречи представителей ветеранских организаций Московской Астраханской областей – подписание соглашения о сотрудничестве. Оно позволит теснее взаимодействовать двум регионам и развивать ветеранское движение в целом. Мы думаем, что данное соглашение будет одной из отправных точек не просто в межрегиональном сотрудничестве, а самое главное – в повышении качества работы со старшим поколением, в патриотическом воспитании молодежи, в вековечении исторической памяти и сохранению ее. Поддержку в реализации этих планов окажут Одинцовские депутаты-единороссы. А завершилась встреча просмотром фильма о Кубинке и дружеской беседой за чашкой чая. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.